Да, всем добрый вечер. Спасибо, Дмитрий, что пригласили, дали возможность поучаствовать. Сегодня действительно в продолжении, наверное, той темы, которую начал рассказывать мой коллега Дмитрий Конягин, я расскажу про именно сетевую часть того, что мы делаем, какую сеть мы можем построить, как вообще, то есть я бы хотел к этому относиться, как к некой инструкции, которую можно взять и почитать потом при построении той или иной инфраструктуры для искусственного интеллекта, именно distributed deep learning и так далее. Я расскажу о тех нюансах, на которые стоит обратить внимание при построении. Мы сконцентрируемся немножко про саму платформу, про сам сервер, как он должен быть сделан для того, чтобы это все эффективно работало. То есть на сегодняшний день это не настолько просто взять и поставить GPU в любой сервер, и у нас все будет работать замечательно, это отнюдь не так. Как правильно построить сеть и на что смотреть, когда мы смотрим в сторону системы хранения данных для distributed систем для обработки искусственного интеллекта. Итак, где же используется искусственный интеллект на сегодняшний день? Как мы это видим, как показывает практика, это все начиная от финансов, где искусственный интеллект может быть задействован для того, чтобы находить какие-либо уязвимости в наших финансовых системах. Это то, о чем Дима тоже рассказывал достаточно детально. Компании типа Facebook, Google, все интернет-гиганты, которые, во-первых, помогают нам подбирать рекламу, которая, по моим личным мнениям, последние там полтора-два года стала намного более эффективной, чем была когда-то, хоть она до сих пор достает, но все равно стала попадать чаще, скажем так. Image recognition, всякие вот эти вот вещи, это все очень интересно. Можно как бы поспорить, насколько это помогает человечеству, но при этом как бы это двигает технологию вперед очень хорошо. Все, что движется, это автономные автомобили, это транспорт, работика и так далее. Медицина очень-очень важный фактор, Дима тоже рассказывал достаточно в деталях, когда система на базе искусственного интеллекта может помочь ускорить в разы то время, которое нам потребуется для того, чтобы придумать новое лекарство, либо виртуально протестировать вакцину на различных типах геномов, например, и так далее. На сегодняшний день мы видим, что для того, чтобы, или вообще, что дает возможность искусственному интеллекту продвигаться так хорошо, последние вот буквально пару-тройку лет, это тот факт, что мы много лет собирали данные. Человечество и интернет собирал данные очень много лет, и чем больше данных у нас есть, соответственно, тем лучше модели могут работать с этими данными и создавать уже те программы, которые мы будем запускать для обслуживания наших целей. Сами модели, которые пишутся и продвигаются, чем больше данных становится, модели становятся намного более глубокими, намного более сложными. Дальше расскажем чуть-чуть более детально. Появляется железо, которое умеет очень быстро обрабатывать задачи искусственного интеллекта. Как пример этого железа — это NVIDIA DJI X 1, потом 2, и на сегодняшний день последняя модель — это DJI X A100. Но и наша часть — связать это все в одно единое и смотреть на все это не просто с той точки зрения, что мы должны обеспечить какую-либо связанность. Эта связанность должна быть... она должна иметь в виду, что очень много компонентов должны между собой общаться, они должны общаться достаточно прозрачно, с низкими задержками, высокой производительностью, и сеть должна иметь возможность делать какие-то дополнительные ускорения, о которых я тоже расскажу чуть позже. Соответственно, здесь перечисливаются разные вариации того, что можно подключить в такую сеть. Это может быть как CPU, GPU, FPGA, устройство по хранению данных и так далее. Это все может жить в одной сети и обслуживать одну инфраструктуру, цель которой эффективно и быстро решить задачи искусственного интеллекта. Если поговорить про данные, здесь примеров достаточно много. Один из примеров — это что один автомобиль, который собирает данные, может создать достаточно много данных. То есть у нас есть камеры, сонары, радары, GPS, видеоинформация, все что угодно. Оно все хранится на локальном сервере, как правило, внутри машины. Машина в конце смены приезжает в ЦОД и сгружает эти данные на систему хранения, где эти данные растут и накапливаются. Дальше с этими данными уже работает система distributed training, distributed deep learning. Когда данных становится очень много, система начинает быть наиболее эффективна. То есть она может анализировать намного больше случаев. У нее есть намного больше примеров, на которые она может положиться, и, соответственно, точность нашей модели повышается. Данных, опять же, очень много. Одна машина может сгенерировать as much as, да, как говорится, 4 петабайта в один день. Если проговорить про модели, модели становятся намного более сложными. С левой стороны наверху график, который показывает по годам, начиная с AlexNet, практически первой такой современной deep learning модели, в image recognition, в опознании картинок мы усложнились, можно так сказать. Модели усложнились примерно в 350 раз. Это только вот на графике до 2016 года. Если говорить про распознавание речи, модели усложнились в 30 раз до 2016-2017 года. Дальше внизу график, который показывает уже более современные цифры. Это там цифры, скажем, конца прошлого года, где на тот момент самая сложная модель имела 8.3 миллиарда параметров. То есть это тоже скачок еще примерно в 320 раз по сравнению с тем же ResNet 50, который находится где-то там на 15-м году. То есть модели усложняются серьезно в разы, и нам нужно думать, как всю инфраструктуру подогнать под то, чтобы она достаточно эффективно обрабатывала потребности этих моделей. Интернет-гиганты, конкретно слайды, которые я взял из презентации ребят из Фейсбука, раскладывают здесь разные характеристики ворклоудов искусственного интеллекта. Будь это там conversational AI, будь это система рекомендаций, они показывают размер моделей по соотношению с тем, насколько интенсивно есть межузловое общение. И они показывают, что действительно interconnect matters. Интерконнект — это такое понятие, которое гласит про то, что нам нужна связка, нам нужно связать воедино все наши вычислительные элементы, и действительно нужно фокусироваться на том, как мы планируем, и как мы строим эту сеть для того, чтобы это все работало эффективно. Дальше то, что интересно, ребята тоже показывают, что вообще вся инфраструктура или весь фреймворк для искусственного интеллекта — это достаточно сложная задача. в которой есть различные челленджи, различные сложности, которые… или трудности, которые нужно преодолеть. Есть трудность, которая связана с ускорением, например, памяти и размещением более больших кэшей на самом чипе вычислителя. Мы занимаемся сетью, поэтому это как бы часть как раз… та часть, которую мы решаем нашей Enterprise-командой, с тем, что мы выпускаем наиболее эффективные ускорители GPU для этих задач. Наши сетевые задачи, которые мы решаем, — это действительно Network Challenge и Storage Challenge. И ребята говорят о том, что, когда мы смотрим на всю эту задачу, на весь пайплайн обработки программ искусственного интеллекта, если так можно выразиться, нужно к этому подходить с подходом кодизайн. То есть все системы должны дизайниться вместе. Мы не можем взять и сказать, что я покупаю очень крутые сервера, потому что это самое важное, или очень крутые ускорители. При этом сеть у меня как бы, ну, какая будет, такая будет. Либо там про SHD я вообще не буду думать, потому что данные, ну, как-то… как-то в эту систему попадут. Главное, чтобы был там объем, энное количество петабайт. Все, когда мы дизайним такую систему для того, чтобы все эффективно работало и отдавало отдачу реально за те инвестиции, которые мы вкладываем в эту систему, нужно обдумывать все эти элементы заранее и думать о связке между всеми этими элементами. Немножко про Distributed AI. Идея такая, что, в принципе, когда модели были относительно маленькие, мы могли взять там один сервер и начинать на нем что-то считать. либо там один GPU и начинать на нем что-то считать. Есть там различные графики, которые по истории показывают, как считали, как производили свои расчеты тысячу компаний, которые занимались сферой искусственного интеллекта там перед даже десятым годом. Конкретно это исследование было до семнадцатого года. Но мы видим, что GPU начал потихоньку и все больше и больше занимать достаточно серьезную массу просто в процентном соотношении, сколько экспериментов AI считались на GPU. И дальше мы видим, что чем дальше, тем все больше и больше таких экспериментов запускались не на одном узле, а уже соединяли много узлов между собой. Если посмотреть на похожие графики немножко в сторону, мы можем увидеть очень интересное явление, что здесь показано примерно... Сейчас включу какой-нибудь лейзер-пойнтер. Да, здесь показано, что до тринадцатого года считали на очень-очень больших машинах, там до десяти тысяч узлов. И мы видим, что где-то в тринадцатом году произошел коллапс. То есть кластера, на которых считают, стали относительно маленькими. И это действительно, где произошла транзакция в GPU, транзакция в CUDA Computation, которая дала очень серьезный буст и ускорение всему этому делу. И все, в принципе, подумали, что относительно маленький кластер мне хватает для того, чтобы там рассчитать всю мою задачу. Но время показывает, что чем больше становились наши модели, чем больше у нас становились данные, все-таки был рост в количестве узлов, которые использовались в таких системах. И в шестнадцатом году мы видим прям большой уже, огромный рост на, по факту, возврат в огромные системы, которые уже используют GPU вместо CPU. Да, там, если на графике посмотреть, примерно одинаковое количество систем. Но так как в системах стоят GPU, мы понимаем, что это на несколько порядков мощнее системы с точки зрения их счетных возможностей. Ну и дальше можно посмотреть, какие фреймворки использовались для того, чтобы считать. То есть не фреймворки, а можно сказать mid-layer APIs. И мы видим, что MPI доминирует в этой сфере. То, что я хочу здесь показать, что, в принципе, расчеты ML и Distributed Deep Learning, AI, они в большой своей части используют MPI, поэтому они очень похожи на суперкомпьютер, на HPC, в котором мы в качестве Меланокса всю дорогу сегодня уже как NVIDIA Networking Business Unit сделали очень-очень успешный бизнес, и не просто так, да. То есть мы реально помогаем продвигать эту отрасль вперед и помогаем HPC-системам в топ-500 достичь максимальных результатов не только на соревнованиях, где просто бенчмаркимся, да, а на реальных задачах позволяем выжать из системы максимум. Несколько примеров построения суперкомпьютеров в сфере именно искусственного интеллекта. Первый, конечно, это то, что было в прошлом году топ-1, сегодня уже топ-2. В топ-500 это Supercomputer Summit, в котором 27 тысяч в высотах GPU в системах IBM соединены между собой сетью Melanox 100 Гбит InfiniBand. Это самый мощный суперкомпьютер для гибридного пользования, то есть на нем считаются как задачи HPC стандартные, так и задачи искусственного интеллекта. Дальше это наш собственный кластер CELIN, где подключены 280 узлов DGX A100. Каждый из них подключен в сеть восьмью портами 200 Гбит в секунду. Это кажется безумством. Дальше объясню, почему это не совсем так и чего в этом хорошего. Дальше это пример с нашего рынка, да, с нашей страны. Это в прошлом году был построен суперкомпьютер Кристофари, компания Сберклауд, подразделение Сбербанка. Это 6.9 петафлопсов, он на базе DGX 2, и там есть сеть Melanox как InfiniBand, так и Ethernet для наиболее эффективного подключения вот этой инфраструктуры уже в качестве облачной инфраструктуры. Ну и про Facebook уже говорилось. Один из таких интересных кластеров, первых, которые были построены с нашим InfiniBand для того, чтобы нарастить мощности в исследованиях искусственного интеллекта в Facebook. Я сейчас покажу, в принципе, весь пайплайн того, как и что считается вообще в искусственном интеллекте. Да, deep learning или именно training фаза, она наиболее интенсивная с точки зрения computation и с точки зрения сети. Соответственно, она требует наиболее высокой производительности, и чем больше технологий есть, которые позволяют ускорить эту задачу, тем быстрее, если мы там производственная компания, наш продукт достигнет рынка, если мы исследовательская компания, тем быстрее, конечно, мы придем к финалу нашего исследования и к ожидаемому, ну, к тому результату, который мы хотим получить. Дистрибьютор-трейнинг имеет два подхода. Один — это модель-параллелизм, второй — это дейта-параллелизм. Заключается он в том, что у нас есть большая задача, большой объем данных, и мы можем либо все данные раскидать на... раскидать по кусочкам на все наши машины, и каждая машина будет выполнять весь... все уровни нашей нейронной сети, нашей модели, либо мы модель можем разбить на уровни и дать каждой машине выполнять один уровень и последовательно как бы продвигаться и углубляться в модели, прогонять все данные по факту по цепочке. На сегодняшний день те модели, которые есть, показывают, что наиболее эффективное при масштабировании, наиболее эффективный подход — это именно дейта-параллелизм, когда мы каждому GPU даем столько данных, сколько могут поместиться у него в памяти. Дальше внутри коробки у нас есть возможность включить модуль параллелизм, когда мы по цепочке считаем эти данные. Между коробками мы уже делаем чисто дейта-параллелизм, когда все просчитывают свои куски, высылаются данные в сеть, у нас происходит редукция, пересчитываются градиенты, и в итоге мы получаем следующий результат и можем приступить к следующей эпохе просчета. График справа я уже показывал. Мы, в принципе, здесь показывали вместе с NVIDIA еще в прошлом году тот факт, что можно взять и достаточно хорошо ускориться для просчета вот такой вот модели, которая требует 8.3 миллиарда параметров. Чем больше у нас серверов, чем больше у нас GPU, конечно, мы будем считать намного быстрее. Здесь есть сравнение, когда мы смогли уйти на просчет такой модели в меньше, чем один час, используя 92 сервера TGX, вторых, правильно подключенных по InfiniBand CT. Так вот выглядит pipeline, как, опять же, с нашей точки зрения, можно сказать, да, когда у нас есть приложения, юзеры, любые устройства, которые создают данных, да, это тот же самый IoT, которые данные поступают у нас в предобработку, данные дальше раскидываются по некой файловой системе, которая дальше их хранит в системе хранения. Данные анализируются системой Big Data Analytics. Здесь задействовано очень много техник именно машинного обучения, то есть статистика и достаточно стандартные математические вещи. Дальше мы включаем фреймворк именно распределенного Deep Learning. Это может быть TensorFlow, PyTorch и все, в принципе, остальные. Используем NVIDIA CUDA и NCCL для того, чтобы обучить модель наиболее быстро. После того, как модель у нас обучена, она уходит уже в кластер или в узлы, которые производят inference. То есть они уже обрабатывают новые данные, которые приходят от юзеров, используя ту модель, которую мы натренировали с той точностью, которую мы пытались достичь. То, что мы гласим, что мы, в принципе, как компания, как сеть, мы акселерируем или ускоряем очень много из этих частиц пайплайна. Дальше объясним именно как. Дистрибьютор ДиАй. Первое, о чем хочу поговорить, это сеть. Мы сетевая компания. Мы создаем чипы для сетей, как Ethernet, так и InfiniBand. Чипы, которые входят в сетевые адаптеры, которые вставляются дальше в сервера и в системы хранения данных. Чипы для коммутаторов InfiniBand и Ethernet. Чипы для специальных систем, то, что мы сегодня называем DPU, для того, чтобы ускорять обработку данных в цодах. И, соответственно, кабельную продукцию, которая соединяет это все между собой, мы тоже производим сами. Есть там ряд преимуществ, почему брать именно нашу кабельную продукцию, а не какую-либо стороннюю. Самые продвинутые коммутаторы на сегодняшний день для создания таких вот HPC и AI сетей это коммутаторы InfiniBand в серии, не буду говорить про серию, но технология под названием HDR, High Data Rate, которая дает 200 гигабит в секунду. Есть 36-портовые одноюнитовые коммутаторы. Есть вот такой вот интересный шкафчик, который работает на водяном охлаждении и выдает либо 800 портов по 200 гигабит, либо 1600 портов по 100 гигабит без переподписки. То есть очень такое компактное модульное решение для тех кластеров, где его хватает, это прям вот идеально вписывается. Дальше целая линейка коммутаторов Ethernet, которые мы продвигаем и поставляем как в решениях для Enterprise COD, для облачных инфраструктур, для систем хранения данных на базе Ethernet. Мы имеем, опять же, здесь ряд преимуществ, так как мы производим сами чип, который лежит в основе этих коммутаторов. Мы, конечно же, умеем обрабатывать сложные задачи намного эффективнее, чем наши конкуренты. Опять же, потому как мы научились все это делать правильно для HPC, для AI в InfiniBand, и очень многие части этой технологии приняли обратно в Ethernet. отчасти это технология ROKI RDMA over Converged Ethernet, которую мы придумали, можно сказать, да, этот протокол. Мы с этого начали, были первым вендором на рынке, и хоть на сегодняшний день все остальные пытаются гласить о том, что и у нас есть, и у нас работает, можем доказать обратное, что работает в масштабах только у нас, только в NVIDIA. Это пример в Ethernet-коммутаторе, насколько слева это как мы делаем конфигурацию ROKI, да, есть одна команда, которая все конфигурирует сразу, либо там у коммутатора-конкурента, где есть достаточно большой ряд команд сложных, которые нужно правильно подобрать и правильно сделать для того, чтобы ROKI вообще начал работать. Просто, опять же, гласит о том, сколько таких систем мы поставили, насколько мы отработали конфигурации, насколько все становится просто. Мы поговорили про составляющую чисто хардварную, да, железную. Теперь немножко о софтверной составляющей, которая дает возможность ускорять эти сети. Здесь конкретно я сфокусируюсь на InfiniBand. Опять же, как мы говорим, мы поддерживаем и InfiniBand, и Ethernet. Если прям крайне необходимо строить сеть на Ethernet, да, это можно сделать, но мы у себя в NVIDIA строим это на InfiniBand. Это показывает себя много раз правильным решением. Мы его рекомендуем клиентам в качестве суперпода, в Reference Architecture Guide прописан именно InfiniBand. Опять же, многие люди просто боятся какой-то страшной цены, но на сегодняшний день, если сравнивать 200 гигабит InfiniBand, 200 гигабит Ethernet, разницы практически нет. То есть с точки зрения стоимости InfiniBand, как правило, не будет дороже. Опять же, есть конкретные точки в масштабе построения сетей, но этот FUD, как бы можно сказать, его можно отодвинуть в сторону. Это no issue. То есть не в цене дела. В технологии в InfiniBand есть очень много интересных преимуществ. Ну, во-первых, RDMA, который, опять же, доступен как в Ethernet, так и в InfiniBand, он дает возможность перегонять куски памяти из одной машины в другую машину без задействия процессора. Тем самым, по факту, сколько дает подключение, столько данных и перегоняем. Да, потому что мы все знаем, что шина памяти, она намного быстрее, чем самые быстрые на сегодняшний день сетевые интерфейсы, 200 гигабит в секунду. Поэтому сколько память может выдать, сколько сеть может взять, настолько быстро и будет работать сеть. Это дает технология RDMA, Remote Direct Memory Access. Работает она достаточно простым образом. Мы просто... ну, как простым? То есть технически простым. Понятно, что если мы пишем приложение, мы должны понять, что мы немножко должны переписать приложение. Приложение должно теперь общаться не по Socket API, а по специальному Dedicated API, который дает возможность приложению обращаться напрямую в сетевую карту. Сетевая карта умеет брать данные из Memory Space в одном сервере, по кусочкам его дробить, посылать его в качестве пакетов на удаленный сервер и реконструировать те же самые данные в памяти, опять же, юзер-спейс второй инстанции нашего приложения, вместо того, чтобы проходить очень долгий, очень сложный путь внутри каждой операционной системы. То, что сокращает содержки существенно и дает возможность, опять же, открыть bottleneck процессора. Там, для сравнения, современный процессор на один поток может выдать на сегодняшний день порядка 25-30 гигабит в секунду на один поток, если мы используем вот TCP-IP слева. RDMA может выдать даже на старом сервере там 100-200 гигабит в секунду на один поток достаточно легко. На современных серверах, конечно, это вообще не вопрос. RDMA – это то, что дает возможность достичь той линейной масштабируемости, о которой тоже упомянул мой коллега Дима. Если мы берем, покупаем машину с 8 GPU, потом ставим рядом еще машину еще с 8 GPU, мы предполагаем, что у нас масштабируемость будет плюс-минус линейная. То есть мы получим примерно в два раза больше производительности. Если же мы будем использовать стандартный Ethernet, стандартный TCP, мы просто уйдем вот в эту синенькую линию, которая со временем просто даст очень большой разрыв, да, и время это не такое большое. Здесь вот 32 сервера – это 32 GPU, sorry, это то, что тестировалось. Конечно, если GPU у нас уже пару сотен, то мы просто переплатили за очень-очень дорогие GPU, за очень-очень дорогие машинки и не дотягиваем именно сетью. RDMA дает возможность приблизиться к линейной масштабируемости и по факту масштабировать наш кластер и получать такую же масштабируемость в ускорении задач. Еще один интересный момент – это тот факт, что RDMA сегодня вдобавок к GPU ускорениям можно использовать в аналитике больших данных. Есть так называемый Spark RDMA плагин, есть Rapids от NVIDIA, который дает возможность перенести всю инфраструктуру, весь фреймворк Spark уже на GPU. И с RDMA получаются просто интересные результаты, что в простой сети, как только мы включаем RDMA, мы получаем на 40% выше производительность, то есть решение задач получается на 40% быстрее, опять же, за счет того, что мы исключили процессорные и kernel bottleneck ниже задержки и выше пропускная способность. Бояться RDMA нечего. Это вещь, которая, в принципе, находится в продакшене и она заинтегрирована во все главные фреймворки. То есть там TensorFlow, PyTorch, Cafe, NVIDIA, Nikkel – они все работают с RDMA в качестве интегрированного протокола транспорта, то есть самому клиенту, который запускает именно задачу Data Analytics поверх вот этого вот фреймворка, либо задачу там Distributed AI, заморачиваться о том, что внизу есть RDMA, не надо. Этим должен заморочиться только тот, кто планирует инфраструктуру просто правильно ее спланировать. Технология PeerDirect, на базе которой и основана технология GPUDirect, дает возможность передавать данные, используя RDMA, через шину PCI напрямую в любое устройство, которое доступно по PCI, которое выглядит как память. Это может быть CPU, да, и его память. Это может быть память, которая находится внутри GPU. Это может быть FPGA-устройство, в котором есть своя память. Это может быть даже современный NVMe-девайс, в котором заинтегрировали небольшой кусочек RAM для того, чтобы данные приходили из сети, попадали напрямую в RAM, который сидит на NVMe-контроллере, и быстрее доходили до самого устройства хранения данных. Соответственно, здесь прирост производительности в 10 раз – это минимум того, чего мы можем ожидать. Это GPUDirect, это один из использований PeerDirect, который, опять же, как и сказано, да, снижает задержки примерно в 10 раз и повышает производительность, то есть именно пропускную способность, когда мы используем GPUDirect, по сравнению, опять же, с той же стандартной шиной, с тем же RDMA, но без GPUDirect. Следующая эпоха развития этой технологии – это технология под названием GPUDirect Storage или Magnum.io, про которую в NVIDIA писались уже несколько блогов. Технология разрабатывается, в ближайшем будущем должна уже быть готова к использованию. И она дает возможность по факту подтягивать данные из удаленного NVMe устройства по сети напрямую в память GPU. То есть если на сегодняшний день это делается таким образом, что мы тянем из удаленного устройства и, как правило, либо кладем в локальную память сервера, либо в кэширующий NVMe-девайс, который сидит на том же PCI-свиче, потом копируем это все. То есть слева нарисован стандартный путь. Если у нас есть NVMe-девайс, то еще есть NVMe посередине. Это позволяет ускорить транзакции. И, соответственно, как вот мы прогнозируем, что один GPU может практически занять всю сеть. Мы можем легко просто тянуть из всех сетевых адаптеров данные. Это значит, что загружаться, подгружаться, выгружаться мы будем намного быстрее. Это все, опять же, на базе той же технологии RDMA, GPU Direct и PeerDirect. Здесь есть список некоторых вендоров, которые планируют, либо уже имеют, либо планируют иметь системы, которые будут поддерживать Magnum.io. Здесь, конечно, есть большие серьезные имена. То есть это не технология сама в себе. Все понимают, что это поможет еще ускорить весь этот процесс обработки. Теперь про сеть дополнительно, да. Это еще одна технология, которая дает возможность ускорить просчеты прямо в сети. А если мы говорили про RDMA, это технология, которая работает end-to-end в основном внутри сервера. Sharp или Scalable Hierarchical Aggregation Protocol – это возможность агрегировать данные по сети в то время, как данные по этой сети двигаются. В нашем коммутаторе стоит движок, который может производить некоторые операции, будь это стандартные MPI операции, да, barrier, reduce, all, reduce и так далее. Либо какие-то атомарные операции, типа там сам min, org, sor и так далее. То есть реальный интеджер floating point, который смотрит на трафик, который приходит из одного порта, смотрит на трафик, который приходит из второго, делает между ними агрегацию и наверх посылает только уже агрегированный результат. То, что дает возможность, опять же, достаточно хорошо ускорить результаты просчетов именно в сфере AI, используя такую правильную сетевую инфраструктуру. Здесь как раз есть анимашка, как это все работает. Мы получили, один коммутатор получил три сообщения от трех хостов. Он произвел агрегацию, выслал агрегированные данные к вышестоящему коммутатору, который является корнем этого дерева. И этот коммутатор одним мультикаст-пакетом возвращает результат в сеть. И этот результат достигает всех хостов, неважно, 5 их или 20 тысяч в одно и то же время. Опять же, сравнение такое, что если мы используем стандартный MPI в качестве архитектуры для распространения сообщений в сети, чем больше у нас хостов в сети, тем больше у нас будет задержек, тем дольше мы будем ждать, пока все соберут результат со всех и отдадут финальный результат тем, кто должен его получить. Здесь же у нас латентность остается flat. То есть мы, добавляя еще один уровень коммутации, если там у нас топология растет и становится, там, класс 5, класс 7 и так далее, мы добавляем некоторый скачок в latency, но он остается flat дальше до следующего уровня масштабирования, нежели иметь практически стандартную линию прироста задержки вместе с приростом количества узлов. Чего это дает? По факту тесты показывают, да, там, что сами операции выполняются в 10 или в 20 или в 30 раз быстрее, но если посмотреть на исполнение всей задачи, мы понимаем, что задача не всегда использует сеть, не 100% времени и не всегда задействует сеть именно для вот таких вот редукций. При этом результаты сравнений показывают, что если мы включаем Sharp, мы получаем порядка 18% прироста производительности, опять же, только за счет дополнительных инноваций, дополнительной технологии, которая у нас есть в коммутаторе InfiniBand. Этой технологии нету ни в каком коммутаторе Ethernet, включая наш коммутатор. То есть даже если мы там предположим, что Ethernet, что InfiniBand, он не хуже Ethernet, а он лучше для вот этих задач конкретно, то здесь мы получаем еще 18% производительности нашей всей инфраструктуры. То есть это не то, чтобы мы получаем там return on investment, да, возвратные инвестиции от сети на 18% больше, а от всего кластера. А сеть, как правило, составляет, если поговорить про деньги, сеть, как правило, составляет 15, максимум 20% от стоимости всего кластера. И при переходе на InfiniBand мы получаем прирост производительности 16, 18, 20%. Здесь вот BERT Megatron, который там прогнали и получили 17% ускорения. Опять же, на Sharpie это самые большие модели, которые очень хорошо параллелятся на огромное количество GPU. Опять же, 17% ускорения всего кластера. Это очень, очень заметно. Shield — это еще одна технология, которая дает возможность сети работать стабильно. Даже если у нас при просчете задач есть отключение или выход из строя одного, двух, трех кабелей, это не так уж и страшно. То есть мы можем с этим жить. То есть сеть намного быстрее в этом случае с этой технологией переключит поток данных на другой линк, и данные у нас не оборвутся. Теперь поговорить о самих составляющих или, можно сказать, о дизайне, да, что нам нужно заметить, на что нам нужно обратить внимание, когда мы планируем нашу инфраструктуру. Первое — это построение сервера. Здесь у меня нарисован DGX-A100 в качестве примера. Есть, опять же, достаточно большое количество серверов, которые могут гипотетически подходить под такие задачи. Я при каждой возможности, при общении там с партнерами, с клиентами, просто с людьми в этой сфере говорю, «Ребят, откройте архитектуру PCI, да, PCI-layout сервера, посмотрите на схему и убедитесь, что она сделана правильно». Сейчас дальше объясню, что такое правильно в этом случае. То есть нужно понять, что когда DGX-A100 планировался, интеграция там с Melanox и NVIDIA только была в процессе, она была еще не завершена. Здесь неспроста стоит столько много сети. В этом случае у нас 8 сетевых карт по 200 гигабит для GPU-фабрики, то, что называется compute. Еще одна карта для storage и in-band management. Вот это вот. И еще одна опциональная карта, которую мы можем доставить. То есть всего 10 карт по 200 гигабит, 8 из них 1 порт, 2 из них 2-портовые. Это сделано неспроста. Если посмотреть на архитектуру всего вот этого вот красивого комплекса, так вот выглядит примерно сервер DGX внутри. Когда люди просто смотрят на то, что, ну, сервер себе сервером, да, и ценник какой-то у него странный. Это неспроста. То есть тут все продумано до мельчайшего нюанса. В данном случае у нас очень интересная концепция в том, связанная с тем, что, ну, во-первых, все GPU связаны между собой NVLink и NVSwitch. Об этом я говорить не буду, как бы это отдельная история, про нее можно там порассуждать. Моя часть — это именно посмотреть, как данные будут выходить из GPU в сеть. В этом случае стоят современные PCI-Express Gen4 коммутаторы, которые каждый подключает два GPU и два сетевых адаптера. Это хорошо с той точки зрения, что, ну, то есть если посмотреть на шаг назад, да, как вообще происходят коммуникации, коммуникации происходят так, что вот этот нулевой, то, что здесь у него цифра ноль, да, GPU будет разговаривать или делать редукции со всеми GPU номер ноль во всех остальных серверах. Трафика, как правило, между GPU 0 и GPU 2, например, мы не ожидаем. То есть если мы используем именно Data Parallelism, он работает именно таким образом. Это называется Rail. Rail — это выход в сеть каждого GPU. То есть этот GPU будет выходить через этот сетевой адаптер, через первый, второй GPU будет выходить через второй. Если один из адаптеров исчезает, либо падает линк, то эти оба GPU, в принципе, могут разговаривать через один сетевой адаптер. В этом случае есть переподписка, PCI-backpressure. Здесь очень много технических нюансов, которые там будут влиять на производительность, но при этом будет дополнительный путь, и можно будет перезапустить задачу. Это нужно будет все равно сделать, но перезапустить ее можно будет, и не нужно будет в обязательном порядке отключать один или два GPU из расчета. Дальше каждый из этих PCI-свечей, каждая пара разговаривает с одним AMD EPYC-процессором. Это дает возможность им иметь прямые транзакции в память CPU. То есть стандартный RDMA у нас полностью доступен из всех сетевых адаптеров. И у нас есть NVMe-драйвы, которые висят прямо на PCI-свече. То, что дает возможность каждому GPU иметь некий собственный, или каждой паре GPU иметь некий собственный кэш. Цена, в кавычках, да, цена с точки зрения latency и bandwidth для того, чтобы обратиться в этот кэш, дополнительный уровень кэша достаточно низкая, нежели если бы эти NVMe висели на процессоре, либо были удаленные. Здесь очень такая интересная архитектура. Опять же, много серверов будут пытаться использовать что-то похожее, но очень часто я просто... Ко мне приходят люди и говорят, вот, посмотри, мы хотим вот такой сервер заказать для Distributed AI. И я вижу, что, например, карты висят на шине PCI самого процессора, а GPU через другой PCI-свеч подключены сюда, к тому же процессору. Это схема, которая будет работать, но в ней, например, не будет работать GPU Direct. Если GPU Direct не включен, сразу ждите 30-40% ниже производительность задачи. Зачем это делать? Почему это делать? Ну, потому что там любимый вендор... Любимый вендор самого сервера вот мне порекомендовал вот так. Или бюджет вроде как показывает, что лучше купить больше таких серверов, чем меньше серверов, которые правильно задизайнены. Опять же, DGX – это самое лучшее, что вы найдете на сегодняшний день. Если вы идете на что-либо другое, просто имейте в виду, что нужно иметь прямой доступ по PCI через один PCI-свеч, желательно через один, максимум через два, но не на шине самого процессора, между сетевой картой и GPU для того, чтобы это все эффективно работало. Это аналогичная картинка, архитектура DGX 2, который тоже был неплох, тоже себя хорошо показал, имел ряд, опять же, немножко других характеристик, немножко других подключений. В принципе, система до сих пор продается и достаточно успешно. С точки зрения построения сети, здесь я отдал ссылку на тот знаменитый референс-гайд суперпода, современный, то есть самый новый референс-гайд. Нужно будет там заполнить некую анкету для того, чтобы его получить, и потом он сразу просто приходит на почту и выдается в полное открытое использование. Здесь нарисована архитектура простой относительно сети, если мы задействуем до пяти таких вот scalable units. Scalable units в понятии референс-дизайна. Это 20 NVIDIA DGX осотых, завязанных восьмью коммутаторами лиф уровня. Дальше у нас есть 20 коммутаторов спайн уровня, которые обеспечивают соединение между всеми scalable units. Достаточно простая сетевая архитектура. Если мы уходим за пределы 100-100 DGX осотых, то архитектура становится немножко сложнее. Я в нее не буду там углубляться. Если кому-то будет интересно, можно будет подискутировать позже. Главным образом идея такая, что архитектура, как я уже упоминал, она Rail Optimized. Rail Optimized – это значит, что вот это DGX1, GPU номер один в нем будет разговаривать с GPU номер один всех серверов, неважно там в том же SU или в следующем SU, только через первый лифт коммутатора. То есть они все идут в первый лифт коммутатор. В этом случае здесь там 33-й лифт коммутатор. И они между собой не перемешиваются. То есть у нас нету таких смешанных кейсов, когда многие со многими по разными линками. Здесь все задизайнено так, для того, чтобы Никель и MPI, Хоровод, Тензорфлоу работали наиболее оптимально. При этом мы все-таки даем полную связанность между всеми элементами для того, чтобы обеспечить future proof, чтобы можно было в будущем, когда у нас будут новые подходы к построению моделей, когда они будут более эффективно масштабироваться с помощью именно модуль-параллелизм, у нас смогут выстроить такие вот соединения, которые будут не по Rail'ам конкретно, а межрейловые соединения, можно так сказать. Здесь, конечно, уже включен Sharp и дает максимальную производительность GPU Direct Storage или Magnum IO. Это roadmap. Это то, о чем мы дальше, в принципе, в эту сторону смотрим. Сеть для хранения данных. Если мы будем использовать Magnum IO или GPU Storage Direct, то по факту хранение данных будет ходить, данные будут ходить по той же самой сети. Как только будут полноценные референс-гайды, мы, конечно, будем их открывать и шарить с комьюнити. Но идея такая, что через те же самые линки мы будем как засасывать данные в GPU, так и обмениваться между GPU-сообщениями. Опять же, за счет технических характеристик, так как нам нужен тот же самый GPU Direct, и это соединение GPU с сетевой картой через тот же самый PCI-switch. Пока что сети для хранения данных, как правило, строятся отдельно. Это может быть, как в нашей референс-архитектуре, отдельная InfiniBand-сеть под хранение, если у нас система хранения данных позволяет соединение по InfiniBand. Это как бы достаточно показано на практике в HPC-кластерах по миру, в AI-кластерах сегодня, что это будет работать очень эффективно и давать максимальные результаты. Опять же, если у нас сеть работает на Ethernet, сетевые адаптеры переключаются в режим Ethernet, ничего для этого не нужно, не докупать лицензии, не перегружать сервер. Просто переключаем в Ethernet и подключаем Ethernet-сеть, которая соединяет все наши GPU-устройства одним либо двумя портами к нашим сторидж-устройствам. Опять же, углубляться не буду, презентация будет потом доступна. Мои данные будут доступны. Дальше можно будет обсудить более детально про каждый такой элемент. И дополнительная сеть, которая, как правило, строится либо, опять же, в зависимости от того, кластер предназначен для одной организации, либо это какой-то центр общественного пользования, либо AI-клауд какой-то. Мы хотим, чтобы пользователи попадали в сеть или пользовательские данные попадали в наше устройство через отдельную сеть, которая будет экранироваться, которая будет иметь там более сложные политики. Ну и достаточно часто она в любом случае должна быть достаточно производительная для того, чтобы гонять данные между нашей системой хранения данных, из которой потом GPU потребляют сами данные, и неким бафером системы хранения, в которую попадают сырые данные от клиентов, которые могут быть там защищены. Разные клиенты, у них разные данные, между ними не должно быть утечек и так далее. Эта сеть, как правило, строится либо там 10, 25, 100 гигабит, кому как. Ну, в любом случае она строится как еще одна отдельная сеть для управления и доступа в эту инфраструктуру. Так вот выглядит, к примеру, одна из больших инсталляций в России, над которыми мы работали в прошлом году. Это DGX вторые. Они имеют по 8 линков в сеть GPU или Compute Fabric. Они имеют по 2 линков в сеть хранения данных, которая называется типа Internal. И они имеют CloudNet, то есть именно вот эту сеть для управления или дополнительного аксесса юзеров, ну, сервисную сеть и так далее. Сюда вот именно попадают данные от пользователей, то есть из интернета либо локально они перекачивают свои данные сюда. Дальше эти данные должны подсасываться в эту internal file storage уже при запуске задачи. Здесь не живут данные всех юзеров, здесь живут данные конкретных задач, которые сейчас выполняются на этом кластере. Поэтому как бы вот эта сеть, как правило, она отдельная. Ну и, соответственно, есть out-of-band management. Если он нужен, то он, конечно же, есть. Так как у нас время немножко поджимает, эту часть, наверное, я пропущу. Вкратце я, в принципе, объяснил, да, что у нас подход такой, что можно ускорить достаточно хорошо систему хранения данных, если мы используем какую-либо систему, поддерживающую RDMA. Это даст возможность из NVMe таргетов или девайсов читать намного быстрее и загружать данные быстрее. Если наша модель такая, которая имеет очень много циклов или эпох, то есть мы очень часто данные перегружаем и загружаем, то есть мы пересчитали что-то, перегрузили, загрузили новые данные, считаем еще раз. Если это происходит часто, RDMA, опять же, даст возможность это все ускорить. Опять же, как правило, на локальной сети, на локальном хранилище. То хранилище, которое там может называться Data Lake или то хранилище, куда юзеры кладут свои данные, оно, конечно, особо ускоряться не может, ну, сетевыми технологиями хотя бы. Его просто должно подходить по объему и иметь достаточное количество правильных сетевых интерфейсов, связанных через сеть хранения данных с нашим внутренним хранилищем. Ну, опять же, подчеркнуть, да, мы говорили о том, что чем больше данных и чем сложнее модели, тем более правильные у нас результаты от наших исследований выходят. Да, это более точный prediction, это более точное распознавание речи или картинки, или видео, более правильные системы распознавания чего-либо. Как только мы говорим о больших моделях, о больших данных, нам нужно много GPU и много узлов. И если мы уже смотрим на много узлов, давайте уже делать все правильно и исследовать все компоненты решения, то есть смотреть, как сделан сервер, дизайнить правильно одну сеть или несколько, в зависимости, опять же, от наших задач, думать о системе хранения данных заранее. Мы очень часто сталкиваемся с тем, что ребята говорят, вот у нас какая-то хранилка есть, на ней какие-то данные лежат, мы уже как-то ее прикрутим. Если есть возможность об этом позаботиться заранее, как минимум подготовить инфраструктуру, дизайн сети – это будет прям очень большим плюсом, когда вы в качестве пользователя будете двигаться дальше и масштабировать всю эту инфраструктуру. Сеть – очень важный элемент, как я сказал, на данный момент rail-based approach. Опять же, мы здесь, наши партнеры здесь для того, чтобы помочь вам сделать наиболее правильный дизайн, даже на очень ранних стадиях, если вы просто вот думаете, хотите поучиться, хотите поузнавать, как другие кластеры построены, мы здесь и готовы инвестировать все время all the time in the world, да, для того, чтобы помочь рынку правильно дизайнить такие системы сейчас и в будущем. InfiniBand – это де-факто стандарт, он и прописан в нашем референс-гайде, он даст самый высокий return investment, да, возвратные инвестиции. При этом, если Ethernet сильно нужен, конечно же, с поддержкой Rocky, да, потому что мы видели, что TCP – это совершенно неправильный путь, мы придумали Rocky, мы знаем про него больше всех, мы вам расскажем про него, и мы вам сделаем самую эффективную Rocky-сеть, опять же, если InfiniBand никак не подходит, и Ethernet обязан там жить. Слайды будут доступны, я доступен, контакты мои можно будет получить у организаторов, либо я даже добавлю контакты в сами слайды, которые мы потом выложим, поэтому обращайтесь, сейчас чуть-чуть время осталось, я думаю, на вопросы. Борис, спасибо большое. Ну да, времени совсем мало, то есть в чате пока пусто, участники пока тоже стесняются поднимать руки, но я задам вопрос со своей стороны. А, Борис, скажите, ну, действительно, вы многое сказали сейчас про разные архитектуры, такие общие, да, построение вычислительных сетей, ну, на GPU в частности. Скажите, а вот на каких сетях бы вы строили конкретную сеть, систему управления беспилотного автомобиля? Ну, с точки зрения сети в этом вся и прелесть, что можно построить по-разному, и тоже система беспилотного автомобиля – это как-то сильно обобщенно. Вопрос, какой фреймворк используется в этом фреймворке, какие данные заливаются, потому что данные могут быть разные, каждый производитель такой системы может формировать данные разными путями. Если система действительно очень часто задействует сеть, то есть данные распределены так, и модель сформирована таким образом, что она очень часто задействует сеть, конечно, InfiniBand, конечно, Sharp для ускорения всего этого, и, конечно, 8 интерфейсов, то есть один GPU, один NIC. Если, ну, это, как правило, разработчик самой модели может сказать, как устроены данные и насколько часто задействуется сеть. Это можно пропрофилировать там на относительно маленьком кластере и понять дальше, как строить инфраструктуру, инвестировать в большей сети, либо попробовать сэкономить на сети. Опять же, экономия на сети, поставить там 4 сетевых интерфейса или 8, она даст экономию на весь проект, скажем, там в 3% стоимости, но при этом в потенциале, когда мы захотим, сегодня мы считаем там одно, а завтра мы будем считать другое, и модель будет совершенно другая, то эти 3% стоимости дали бы нам там прирост 20% производительности. Поэтому стоит ли это делать изначально, особо непонятно. Спасибо. Спасибо. Так, ну еще тут один вопрос, как раз вам в чате Владимир Ф. пишет, но я думаю, вы сами его прочтете, наверное, то есть там как раз он до последних в чате. Ну это, да, вопрос достаточно сложный, то есть вопрос заключается в том, используется ли некое ускорение для закачки данных в GPU, то есть когда аппаратная часть или сеть договаривается о том, где находятся данные и когда они должны подкачиваться. такого ускорения пока что нету, то есть когда пишется фреймворк, в нем описывается, где лежат данные и в каких этапах данные должны подкачиваться в какие девайсы. сеть в этом случае она либо просто тащит данные, либо использует там Magnum.io тот же самый, дает возможность эти данные перекачать вместо того, чтобы в память хоста напрямую в память GPU и этим ускорять. использовать, я уверен, что, да, проводятся очень много исследований, используя именно искусственный интеллект, когда мы смотрим вообще на то, как ведет себя сеть, как ведут себя данные, как они движутся и как можно это все оптимизировать. Поэтому я уверен, что есть стартапы, которые в ближайшие годы, опять же, для этого нужны данные, нужно, чтобы было много таких сетей, много таких кластеров, собрать эти данные, их проанализировать, построить модель и дальше уже сделать некую систему AI, которую можно будет в будущем сгрузить, наверное, в сеть, которая будет умным порядком знать, где лежат данные и подтягивать их намного умнее, чем это делается сегодня.